Привет, народ, с вами Варчик. Это рубрика, где я разбираю ошибки в ваших реплеях. Зритель прислал вот такой вот бой, в котором очень много таких вот заметных ошибок, которые я сейчас вам укажу, расскажу и объясню, почему так не нужно и как нужно. Итак, карта у нас линия Зигфрида, Шкода Т25 и ошибки начинаются с самого начала. Первая же ошибка, которую совершает игрок, это неаккуратное, очень опасное ведение огня. Сегодня вылазит игрок совершенно в том месте, где нельзя вылазить, поскольку вести огонь нужно так, чтобы враг, укрытие, в данном случае это холмик, за которым мы выезжаем, и наша башня были на одной линии. На одной линии, так, чтобы мы могли чуть-чуть подъехать вперед и сразу стрелять. И все. Нам не нужно выезжать за холм целиком. Вот игрок выехал целиком на холмик, и он весь в простреле врагов. В нас уже Т-43 смотрит, справа еще АМХ-12Т в нас будет стрелять, и еще куча танков могли в нас стрелять. Мы слишком сильно вылезли через холм, потому что у нас не хватало УВНов, значит это то место, где нам не надо вылазить. А где нам надо было вылазить? Вот мы видим, что справа П-43 очень хорошо вылазит, именно так, как надо. Он из ямки, выкатывается немножко на правую сторону, и в любой момент может вести огонь из укрытия. Его танк весь находится за холмиком, видно только одну башню и пушку. Все, больше ничего у него не видно для врагов. Это так ведется стрельба от рельефа. Так нужно делать. Все время нужно держать на одной линии врага, укрытие и своя башня. И тогда вы будете стрелять правильно. Итак, следующий момент. Мы уже заезжаем на этот холмик, и здесь у нас ошибка такая, что опять снова АМХ-12 справа для нас виден, и на карте, и на экране. Но мы его игнорируем, выкатываемся и смотрим просто вперед. Хотя, вперед нам здесь выкатываться абсолютно нельзя. Нам здесь можно стрелять только направо, укрывшись этим бараком с левой стороны, от тех, кто спереди стреляет в нас с холмикой кустов. То есть, наш игрок каким-то своим стандартам следует. Он играет только против того холмика с кустами, который есть там впереди у врагов на С-9, и все. Больше у него ничего нету, никаких других вообще позиций для врагов он вообще не знает. Итак, справа он там что-то понаблюдал через кучу домов. Видно, что на карту вообще не смотрит, потому что он искал прицелом врагов, которые через 300 домов находятся. Значит, на карту вообще не смотрит. Здесь убил чувачка, который подставляется. Хорошо. Дальше. Он замечает, что можно проехать вперед. Это довольно-таки хороший тактический маневр. Если слева под красной линией нет врагов, и справа из города нас никто не напрягает. В этой ситуации так и есть. Слева под холмиком врагов нету, нас никто не будет обижать здесь. И справа тоже КВ-3 поддавил, врагов там нет. Но нужно было ехать под этот холмик, который справа, для того, чтобы играть от башни вперед. Вокруг холмика с левой стороны можно было выезжать от башни и четко играть. Но наш герой едет просто прямо, и повезло, что враги на него внимания не обращают. Здесь враги, засветившись, отъехали все назад, а Е-25 справа в ямке. Очень поздно его замечаем, очень поздно готовимся для того, чтобы в него стрелять. Все делаем долго и поздно. Также мы обратим внимание на то, что холм был использован не полностью. Еще можно было выше подняться для того, чтобы наш прицел был весь на враге. А так у нас пол прицела на земле, кусок прицела в воздухе. Нам просто неудобно стрелять в Е-25. Поэтому мы еле-еле даем 2 урона, и третий урон, мы уже тут что-то запутались, и все. Надо было сильнее выехать на холмик. Холмик был намного больше, мы могли его использовать полностью, а не только чуть-чуть сбоку постоять. Можно было Е-25 дать и третий урон, причем безопасно. Дальше мы стоим здесь, ничего не светим, хотя с левой стороны куча врагов, от башни можно было бы их посветить. Зачем-то смотрим направо, туда мы вообще не можем отсюда играть. Замечаем ахересы и зачем-то откатываемся так сильно. Мы откатываемся настолько сильно, что мы теряем эту самую линию. Линия, где враг, укрытие и наша башня на одной линии находятся, была потеряна, поэтому мы отпустили врага, находясь в укрытии, мы ничего не даем ему и не играем против него от башни. Спускаемся влево и здесь тыкаем союзником и занимаемся ерундой. Сейчас еще будем стрелять в союзника, это вообще ни к чему, ни, вообще никакого, просто никакого эффекта это не даст, ни о чем. Вместо этого мы уходим на перезарядку, подсвечиваем врага, откатываемся снова очень сильно назад. Очень сильно назад откатываемся и не контролируем врага. Справа выкатывается враг, мы видим это на экране, мы видим это на миникарте, наш игрок ничего не видит. Это очередная ошибка. Мы убиваем врага и снова ничего не видим. Когда нам надо было ехать назад, мы еще едем вперед. Вот, боеукладку мы до сих пор не починили, хотя боеукладка чинится очень быстро. Ремка у нас находится под циферкой 4, точно так же как и у меня. Все очень просто, нажимаете 4-2, все. Ремка починила боеукладку, все очень быстро и просто. Но мы не починили боеукладку, снова мы отпустили штурер Эмиля. Мы потеряли эту линию, где враг, укрытие и наша башня на одной линии находятся. Не спрятались за трупиком в тот момент, когда Эмиль на нас выкатывался. Потеряли опять эту линию, не починили боеукладку. Мы до сих пор заряжаемся с полонной боеукладкой и только сейчас мы ее чиним. Это все долго, это все очень коряво. И снова мы все теряем. И теперь стоим, стоим против Эмиля, у которого альфа 500 на топ пушки, у которого УВН 15 градусов. Стоим и смотрим ему в глаза. Далее один выстрел, пока Эмиль там вошкался. И все, нужно использовать эту линию, где враг, укрытие, наша башня. Используя так, чтобы чуть-чуть назад отъехал. И все, враг теряет нашу башню из виду. И, может быть, он ошибется и стрельнет в этот момент. Или поедет за нами, у него снова прицел станет больше, потому что разброс станет больше, когда он едет. А мы стоим, как истукан, смотрим ему в глаза. Если бы он сейчас попал, мы бы сдохли. Следующая ситуация. Пушка у нас, в принципе, уже заряжена. Не хватает 1,1 секунды, в принципе, она заряжена. На нас едет довольно-таки быстрый танк ИКВ. И у него нормальная пушка опускается. Он 100% нам нанесет урон. Альфа у него 220, кажется. Или 240, вроде 220. Хорошее у него пробитие, точность, стабилизация. Он 100% нам нанесет урон. У нас останется 100 хп примерно. Мы отъезжаем сильно назад в тот момент, когда нам нужно было ехать вперед. Почему? Потому что ЛКВ, ну и ИКВ, скорее всего, после выстрела поедет назад. А мы заряжены. И в тот момент, когда он на перезарядке, он сейчас нам ничем не угрожает. Он на перезарядке. Он уезжает назад. Мы заряжены. И мы его никак не наказываем. Все, мы эту линию потеряли. Чувство боя нулевое у игрока. Это все нужно чувствовать. Сейчас он мог раздать барабан. Может быть, поставить на гуслю, объехать сбоку. И еще барабан раздать. Либо хотя бы просто наказать. И после этого попробовать объехать сбоку или еще что-то в этом роде. Сейчас мы даем урон. Откатываемся назад. Все правильно, казалось бы. Но откатываемся очень сильно далеко. Уже с бугра начали катиться назад. Мы могли, пока он поднимается, еще пару тычек ему дать. То есть, вообще, чувства вот этой линии нету никакого. Чувства рельефа нету. Это нужно тренировать. Это нужно чувствовать, как кто двигается вперед-назад. Эту линию нужно видеть и чувствовать. Также нужно еще себя правильно подготавливать к стрельбе. Правильно в рельефе наклонять танк влево или вправо. Для того, чтобы нам было удобнее стрелять. Если мы стреляем налево, то нам нужно танк с правой стороны задирать вверх. Если мы стреляем направо, то с левой стороны надо задирать вверх. Этому всему надо учиться, чтобы играть хорошо. С вами был Варточек. Играйте красиво. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok